Дорогие друзья! Друзья, вот, к сожалению, не могу вас порадовать нечистым лобовым стеклом, не пейзажем за окном каким-то красивым, не светлым временем суток. Знаете, снимаю сегодня вынужденную такую программу. Накануне в роликах, которые были опубликованы на канале, было несколько критических комментариев, что малоопаздываете, Александр Георгиевич. Не успеваете за новостной повесткой. Ну, есть такое дело, каюсь, как говорил один президент, прошу отнестись с применением к этому. Друзья, ну я же правда не ВГТРК, у меня никого нет там, ни стафа, ни монтажеров, ни операторов. Я такой же, как и вы, только там купил две камеры, три лампочки освещения и вот делаю выпуски. Ну вот. Поэтому, что называется, вот сейчас этот выпуск такой вынужденный. И это, вы знаете, ну я вообще обычно к покатушкам не готовлюсь, но сейчас вот не готов особенно. Вы знаете, некоторые эксперты, они, кстати, признаются, что иногда надо бы взять паузу, прежде чем о чем-нибудь рассказать, о каком-нибудь горячем событии. И самое главное, я так понимаю, что им время нужно сказать то, что они понимают, главное решить, что не сказать. Ну вот. Это требует некоторого времени для осмысления. Вот. В общем, я сейчас в такой же точной ситуации. Выпуск, конечно, хочу посвятить и второй серии расследования Навального, о чем я, кстати, кто услышал, тот услышал, говорил об этом во второй части новостей с Валерием Соловьем. Сказал, что вроде есть у меня сведения, что что-то там второе готовится. И вот так оно и получилось. Видите, вот постепенно становлюсь я предсказателем тоже. Вот. Хочу вам сказать, знаете, что? Что первая мысль, которая меня посетила, когда я посмотрел этот ролик, она такая, знаете, у меня же все и голова нестандартная, и мысли в нее приходят нестандартные. Подумал я о том, что не хотел бы я иметь Алексея Навального своим врагом. То есть, если бы вот мне дали бы выбирать там, кого хочешь, Бабылев, иметь врагом. Там Владимира Путина, Алексея Навального, долгий-долгий длинный список. Вот, наверное, Навального я бы на первое место поставил. Но в данном случае, после того, что с ним случилось, а у меня уже нет никаких сомнений в том, что произошло. То есть, вот, в августе месяце, вы помните, я такую взвешенную позицию занимал, рассматривал там всякие версии. Но вот после этих расследований и первой, и второй части, и вторая часть, кстати, не сильно там по качеству отличается от первой. Ну, пранк, конечно, это что-то новое в исполнении Навального. Но, тем не менее, надо признать, что и первая часть, и вторая часть – это профессиональная работа. И, вы знаете, второе, что мне пришло в голову, когда я увидел в новостных лентах агентства о том, что Федеральная служба безопасности заявила о том, что этот разговор с сотрудником ФСБ Кудрявцевым, подделка там от начала и до конца, мне сразу же подумалось о том, что как-то вот такие профессиональные расследования, они заслуживают каких-то более и профессиональных ответов. То есть, вот так вот на адзинь это как-то, ну, честно сказать, не воспринимается. Ну, вот мне, да, во всяком случае, вот то, что прозвучало, для меня неубедительно по сравнению с тем, что я увидел у Навального. Ну, вот, допустим, да, вот чтобы не то, чтобы хотелось, а чтобы обратило бы на себя внимание, если бы, ну, допустим, там за ФСБ играл бы я, да, там, как Потапенко иногда делает он там, то за наших сыграет, то за ваших сыграет. Это такой метод мышления. На месте Федеральной службы безопасности. То есть, я бы не ограничился короткой репликой, которой, ну, как бы, все равно никто не поверит, да, из, во всяком случае, такой, из придирчивой аудитории. А попытался бы сделать, ну, что-то более-менее развернутое. То есть, я бы сказал бы о том, что мы сравнили частотные характеристики голоса нашего сотрудника Кудрявцева с голосом, который звучал в записи гражданина Навального, того, кого нельзя называть. То есть, прилагаем на заключение экспертов, прилагаем графики частотных характеристик на записи Навального. И вот наш сотрудник Кудрявцев, вот он с утра, сегодня сидит живой-здоровый, значит, это самое, вот, Кудрявцев, скажите что-то в камеру. Ну, вы же понимаете, что это голос, это эти голоса разные. Ну, то есть, вроде бы, как, конечно, с одной стороны, может быть, ФСБ западло оправдываться так подробно, но, мне кажется, другого варианта у них сейчас нет, иначе это не произведет впечатление. Точно так же, как и ответ Пескова о том, что мы у Навального мания величия, там, и так далее. Вот, помните, и многие, наверное, знают, такую знаменитую цитату от Франсуа де Ларош Фуко о том, что лицемерие – это дань, которую порог платит добродетелям. Ну, вот, понимаете, дайте мне какому-нибудь более качественному лицемерию, вот, мне бы хотелось, да, это я к Дмитрию Сергеевичу Пескову обращаюсь, а не то, что вот пресс-секретарь сказал, что, мол, вот ФСБ все сказала, мне добавить нечего, у Навального такая мания, у такого Навального сякая мания. Дмитрий Сергеевич, ну, вы же не врач, как говорится, что-то диагнозы Навальному ставите. Если вы хотели быть убедительным или остроумным, то у вас не получилось. Для убедительности, ну, повторюсь, надо было сделать такую же подробную, такую, значит, вот, развернутую версию ФСБ или официальную версию, что произошло, что Навальный там, вот, находясь там, там-то, там-то, востолько-то, востолько-то. Значит, позвонил актеру Голливуда, российского происхождения, там, Сидорову. Ну, вот, значит, Сидоров два дня тренировался быть, значит, сотрудником ФСБ, я, то есть, учил, ну, то есть, вот, как говорится, вживался в образ, вот, и вот они созвонились, вот мы перехватили их разговор, вот, вот этот Сидоров, вот он там находился в это время, не знаю, где там, в Бостоне, и вот мы раскрыли всю эту подлую клюкву там и так далее. Это уже ничего сделано не было, вот, поэтому для меня, для меня это все неубедительно. Ну, то есть, вот эти ответы, они мне ничего не объясняют и ни в чем меня не убеждают. То есть, повторюсь, по Ларош Фуко лицемерие некачественное, да, и сразу, кстати, давайте уж, давненько я никого не цитировал, сейчас я, если меня склероз отпустит, Гилберт Кит Честер там, по-моему, сказал, что лицемерие всегда респектабельно. Да, он тоже цитатка подходит, да? А вот, так что, знаете, а вот, я вот, кстати, подумал, все-таки у меня там двоюродный дедушка был, театральный режиссер, а вот, ну, если действительно, вот этот вот, это был не пранк Навального со звонком реальному сотруднику ФСБ, а вот, допустим, они бы решили сделать инсценировку, да, то есть, вот, примем версию ФСБ, мысленно. А, ну, я вам хочу сказать, что тот актер, который играл роль, вот этот условный Сидоров, этого сотрудника ФСБ, ну, браво, что я могу сказать? То есть, это был какой-то мастер перевоплощения, знаете, вот даже тут Декаприо бы не хватило, то есть, никакого характерного актера бы не хватило, хотя они все, ну, так или иначе, они, конечно, могут перевоплощаться, там, значит, из авиатора, там, в кого там Декаприо? Во влюбленного, да, на борту Титаника. Вот, ну, Тим Ротт, если вы знаете, о ком я говорю, ну, если не знаете, погуглите, действительно, достойный актер, и меня просто поражал диапазон ролей, которые он брал на грудь, вот, начиная от фильмов Тарантино, значит, где он играл там какого-то незадачливого портье, ну, просто полного придурка, такого незадачливого, простоватого, там, ну, и немножечко, конечно, себе на уме, как и любого сервисмена, вот, или там в фильме, там, четыре мушкетера, он играл Рашфора. Все. Просто от Рашфора в его исполнении, ну, реально мороз по коже. Так вот, это должен был быть актер, вот, не ниже Тима Рота. Вот так вот, значит, изобразить, что там 7 утра, что он сначала не врубился, потом пробовал включить Ваньку, потом, значит, принялся как-то так выгораживать своих коллег. Кстати, вот те многочисленные критические комментарии о том, что, мол, там, придурков понабрали ФСБ, ну, не согласен я, что он придурок. Он, как это сказал, как сказал Геннадий Гудков, лоханулся только в одном, что стал разговаривать по открытой линии. Видимо, он совершенно точно нарушил должностную инструкцию, должен был вежливо сказать о том, что, ну, знаете, кто там, кем там, не помню, представился Навальный, помощником Патрушева, по-моему, что давайте все там вам скажу, и там и рапорт напишу, и все, что скажете, но давайте там соблюдать формальности, перезвоните мне по спецсвязи и поговорим. Вот, то, что, кстати, Навальный там звонил с какого-то устройства, которое позволяет изображать у принимающего звонок, отображать любой номер, это, я так понял, что неудивительно, этим приемчиком пользуются коллекторы уже довольно-таки давно. То есть это никакая там не ноу-хау, не говорит о том, что на Навального опять работала там ЦРУ, ФБР, там Моссад там месяц МИ-6, вот. Ну, а артистизм Навального был тоже выше всяких похвал, он знает психологию чиновников, время для звонка было выбрано правильно. То есть он же не знал, там на короне этот Кудрявцев сидит или на службу собирается, позвонил с утра. То есть днем-то звонить бесполезно, грубо говоря, если он в конторе, да, он сразу там уточнит, что там кто это звонит, или у начальника, или там что-то. Ну вот, все очень грамотно, все очень четко. И я, честно говоря, не знаю, вот, что с этим делать всем нам, да, вот с этой информацией. Уж больно, знаете, вот у многих людей возникло ощущение, у меня, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, у всех, кто это смотрел, у моих знакомых, во всяком случае, вот если так суммировать, первое впечатление, значит, это был такой эмоциональный возглас, вот, неужели это правда? Уж больно похоже. А если это правда, значит, начинаем разматывать логически круг, ну, опять вернемся к пресс-конференции президента Путина, значит, он там комментирует все это расследование, естественно, первая часть Морелизонского балета сказал о том, что да кому он нужен, там, хотели бы, отравили. Вот я об этом не говорил, но сейчас могу себе, да, там, потому что там 55 лет уже можно, да, себе позволить эмоции, ну, что там старый человек, вот, вот это вот хотели, что-то я вот вообще как-то в меня не залезло. Мне кажется, что президент Российской Федерации не должен хотеть смерти даже своего политического оппонента. Что такое государство, да, это мы с вами все договорились о том, что мы каким-то там ребятам делегируем право там это самое, значит, строить дороги, освещать улицы, заниматься вопросами обороны, там, значит, решать вопросы с коллегами на внешнем контуре, там и так далее. Вот. Ну, насилие мы тоже государству, право на насилие мы государство делегировали, безусловно, но насилие это оно, надо понимать, что какого оно рода, да, если кто помнит Шолохова, я его, извиняюсь, тоже так же часто цитирую, как и другой мой любимый роман «Мастер и Маргариту», там был такой спор Гришки Мелехова с Мишкой Кашевым. Мелехов говорил Кашевому, своему другу, говорил, ну, что ты, вот, ты как хочешь, Мишаня, а власть твоя советская погана, что она нам, казакам, дает? Земли, да земли у нас заглотнись, поле-то нашей казацкой кровью, там, воля, говорит, воле больше не надо, а то на улице друг друга резать начнут. Вот государство, оно ровно для этого, чтобы граждане, оно должно уменьшать бытовое насилие, чтобы граждане друг друга не резали, ну, то есть, соответственно, и оно не должно в этом им подавать пример. То есть, я бы хотел, извиняюсь за тавтологию, чтобы то, что хочет президент моей страны, чтобы он хотел что-то полезного для страны, а не не хотел там кого-то травить или там что-то такое делать. Вот, ну, это, понимаете, опять-таки, я тут допускаю, что Владимир Владимирович в этот момент, он не то чтобы продемонстрировал какой-то цинизм там и так далее, он, конечно, ну, так сказать, конференцию провел не блестящим образом, но все-таки он там, надо понимать, что положение его обязывает даже вот в том состоянии, в котором мол, сейчас, значит, это усталость и головокружение от успехов, да, я на всякий случай с иронией говорю, а то там начнутся сейчас опять комментарии, чтобы были там Путина выгораживают там и так далее и тому подобное. Мне кажется, он, знаете, что имел в виду, что вот это вот лицемерие, о котором говорил Ларош Фуко, оно уже неуместно, то есть, ну, то есть вот он выразился так, чтобы ему поверили, то есть вот если бы он сказал, да не, мы типа не убивали, мы этим не занимаемся, он понимал, что люди понимают, что они ему в этом случае не поверят, поэтому он сказал вот так, как сказал. Друзья, сейчас я Пуху мешочек корма куплю и продолжим, ставлю многоточие, не скучайте. Ну что, друзья, все. Пух счастливый обладатель 15 килограмм ягненка с рисом, так что у него все неплохо на ближайшее время. Ничего не сказать о многих других наших соотечественниках. Ладно, так эмоции боли давать не будем, но продолжаем наш разговор. Хочу вам сказать, что сразу возникает вопрос, ну и что у нас будет дальше, да, с восприятием нашей родной российской власти после всего того, что произошло и после того, всего того, что вскрылось. Сложный вопрос хочу вам сказать. Ну, кстати, кошечка бежит, видите? Спасибо тем моим дорогим друзьям, которых я, к сожалению, не знаю, которые у меня все время под каждыми роликами спрашивают, нашелся ли кот. Нет, он, к сожалению, не нашелся. Вот сейчас в клинике снял объявление. Думаю, что уже все, времени прошло много. Ладно, как-нибудь на эту тему в воскресенье поговорим, сейчас не об этом. Вот, что будет со всеми нами и что будет с нашим восприятием на вот этой всей ситуации. Вопрос интересный, конечно, значит. Я вам хочу сказать, что вот я сейчас тут заходил на рынок, купил продукты, а там же все знают, что я при шпаге при плаще блогера и молочница меня спросила, мол, ты что там снимаешь, не снимаешь? Я говорю, да, так и снимаю, не успеваю. Ругают меня, что не оперативно. Вот про Навального сейчас не смог снять вовремя. А что, говорит, с Навальным, спрашивает меня молочница. Понимаете, друзья? Я говорю, ну как, да вот расследование. О чем расследование? Она же не знает, что его отравили. Поэтому вы давайте там без иллюзий, что сейчас там все, значит, это самое, весь российский народ подопрет вечером на кухне голову кулачками, начнут думать, а как, что делать им дальше, да, с собственной самооценкой, с национальной гордостью там. Вот, есть люди, которые об этом просто не знают. Ролик Навального первый посмотрел, и там, по-моему, в районе 18, что ли, миллионов человек. Это тоже смотрят бодро. Вот, и есть... Я краем уха слышал о расследовании Гимельфарба, о том, что он там по каким-то таким, значит, нечем отключить телефон, друзья, но сейчас он там прозвенится. Он вычислил по каким-то там программам, дизлайк-метрам, что на самом деле первый ролик посмотрело больше 50 миллионов человек, но это не все жители России. Я думаю, что это и СНГ, и там, и диаспоры в мире смотрят это все, безусловно. Вот, поэтому, то есть, ну, все равно не надо, не надо как бы думать, что все прямо вот этим взяли и озаботились. Да, ну, конечно, много людей узнали, и те, кто узнали, тоже там оценивают это все весьма и весьма по-разному, я вас уверяю. Но так или иначе, вот то, что случилось, оно, насадочек-то останется. Это совершенно точно. И вот в этом смысле Екатерина Михайловна Шульман говорила как-то, что, помните, на Красную площадь сел легкомоторный самолет, мать я, Сруста. Ну, вроде ничего такого страшного не произошло, но самолет долетел до Москвы и сел на Красной площади. КГБ, там, ПВО, там, все там, значит, прощелкали клювом сбивать, не сбивать, звонить, позвонить там и так далее. И народ в какой-то момент понял, что, ну, то есть, вот это был еще один штрих в понимании о том, что, что у нас в государстве, в нашем неладном, ну, тогда в Советском Союзе, что какая-то фигня происходит, не надо что-то с этим делать. Вот это вот ровно абсолютно такой же случай. То есть, это вот в копилку вот этого вот постепенного осмысления, да, как говорит профессор Соловей, в копилку изменения политического сознания. Что дальше будет? Вопрос, конечно, интересный. Я вам хочу сказать, Алексей Сергеевич, ты меня не ругай, я там озвучу наши пари. Я невысоко оцениваю потенциал нашего гражданского общества и думаю, что я в этот момент объективен. Мы с Лапушкиным поспорили, что выборы в Думу состоятся в срок, ну, если, конечно, не будет каких-то, значит, экстраординарных политических событий, которые там все эти графики, там, типа президентских выборов досрочных там и так далее, ну, не буду на этом останавливаться. Друзья, ну, вот рабочий день у меня, вот звонит эта зараза, и вот ничего с этим не сделаешь. Сейчас выключу его. Ну, так и вот, и я в этом паре с Лапушкиным утверждал, что выборы состоят в срок, Единая Россия там возьмет две трети, и наш российский народ утрется. Не будет ничего там, не болотный, ну, кто-то там побузит, если там ковидная ситуация, там, значит, по-моему, она всем понравилась с этими масками, нельзя там больше с троих собираться. Если, если ее там в каком-то виде отменят, то даже, ну, то есть, может быть, будут какие-то пикеты, может быть, там соберутся трикалеки. Но, в целом, вот что хотите со мной, то и делайте. Но у меня такое мнение, я другого не вижу. Я думаю, что в парламентах любой европейской страны вот случись что-то подобное расследованию Навального, ну, я не знаю, ну, в Европе даже говорить бессмысленно, да, то есть, там, и за меньшее, да, там, и главы государств уходят в отставку значительно по более маленьким поводам. И помните, да, там, Билла Клинтона, Монику Левинске, там, и так далее, да, что там было. А тут немножечко более серьезная вещь. И, в общем-то, я вам хочу сказать, что вы видите там какие-то там заявления оппозиционных партий, требуем провести парламентское расследование. В комитетах, в Госдуме кто-нибудь возбудился и спросил, а что происходит вообще? Что-то как-то, да, может быть, это и лажа там какая-то, может, Навальный там, у него действительно мания преследования, но уж больно с клана звонит, да, как говорил Промокашка. И давайте это все проверим. Ну, то есть, хотя бы для общества доложим, что, да, там, инсинуации. Ну, то есть, с самого начала было понятно, но мы в этом убедились. И вот подробности. Значит, эти ребята, они в ФСБ вообще не работали. Этот Кудрявцев, он вообще там слесарь-сантехник. И выглядит он не лысоватым мужчиной средних лет, а романтическим блондином там. чувствительного возраста, пишет стихи и вышивает крестиком. Понимаете, вот этого ничего не происходит. И как-то Михаил Владимирович Леонтьев как-то высказался по поводу гражданского общества, что то, что мы со старухой принимали за оргазм, оказалось астным. Жестко, конечно, сказал так. Ну, вот у меня, знаете, ничего другого на ум не приходит. Поэтому эта ситуация будет длиться. Но, знаете, что действительно, какие последствия могут быть? Последствия могут быть в элите. Потому что элита понимает, что чем больше таких вот, как бы, случаев, тем больше вариантов, что запретят ей заниматься гедонизмом. В тех местах, где их сердце. А сердце их, где их дома, где их деньги, где их семьи, где их любовницы, где их собаки, кошки там и так далее. Они не здесь. Вот. И может быть, вот во внутриэлитной среде это будет иметь последствия. И, в общем-то, ну, мы сейчас наблюдаем какое-то необычное оживление, да, на рынке компромата. Как-то много в последнее время появилось сливов, бросов. И все это идет подряд. Чуть-чуть не разбортировал колесо. Так вот, последствия в элите могут не заставить себя ждать. Потому что, как бы, вечер-то перестает быть томным. И я думаю, что у многих представителей нашей элиты сейчас, ну, есть состояние, значит, во всяком случае, ну, там, если не паническое, нет, этого, конечно, ничего нет. Но состояние близкое к тяжелым раздумиям. Потому что в Белом доме Байден. Потому что все то, что становится известным, да, оно так или иначе, так или иначе ведет к политическому кризису. Ну, там, не буду говорить, что какими-то семимильными шагами, небольшими шагами, но ведет. И все это на фоне падающей, ухудшающейся экономики. А как мы знаем из политологических учебников, экономический кризис влечет за собой политически. А у нас для него и так есть предпосылки. Все это в какой-то момент может сыграть в какой-то большой бэмс. По типу белорусского, да, кто мог, вот, опять-таки, не просматриваю эту возможность, не очень в нее верю. Но с другой стороны, понимаете, а кто в Белоруссии мог предсказать, что там вот белорусский народ древлемирный и там, значит, незлобливый. Вот будет делать то, что он делает. Давать там столько времени ходить на все эти, значит, протестные эти сам... Причем, знаете, вот сейчас опять меня там будут ругать, что, мол, ты там ничего не понимаешь, что происходит в Белоруссии. Сейчас ее там продадут за три копейки. Ребят, я все понимаю, что происходит в Белоруссии. Я не понимаю только одного. То есть я не понимаю, как можно рисовать себе там на каком-то там, 26-м году 80%. Вот это вы мне это ничем не объясните. Я понимаю, почему это людей выбешивает. Александр Григорьевич, он человек очень умный, чтобы там про него не говорили. А он уже давно понял, что Россия не будет тем флагманом, который выведет Белоруссию к модернизации, к процветанию. И понятно, это было уже давно. И то, что он ничего не делал ввиду этого обстоятельства, вот за это он сейчас и получает. За это он все и имеет то, что он сейчас имеет. И все. Это очень простая логика. Вот, поэтому, как говорит Венедиктов, да, будем посмотреть, какие процессы будут развиваться в элите. И я вам хочу сказать, не буду называть, потому что мандата такого нету, что по мнению многих экспертов, мнению которых я доверяю, в элите процесс пошел. То есть мне об этом говорят такие люди, которые не склонны ни к самообману, ни к каким-то там это самое, да-да-да, там все сдвинулось. Сейчас посмотрим, что будет. Ну вот, поэтому вот такая ситуация. Друзья, ну, я тут сейчас попытаюсь что-то поесть там и поспать немножечко. Смотрите, напоследок два анонса. На этой неделе будет интервью с Константином Анатольевичем Бабкиным. Вы его, пожалуйста, посмотрите. По экономику будем говорить. Надеюсь, если все будет нормально, мы его запишем в среду. И в пятницу, если там со мной будет все нормально, если буду жив-здоров, съезжу к Грудинину. Договоренность такая есть. Совхоз имени Ленин меня ждет. И там совхозная студия у меня что-то хочет взять интервью. Вот. Слушайте, это такой вообще кайф давать интервью. Они готовятся к ним и не сочинять какие-то вопросы. Так что тоже, наверное, будет интересно. Мои дорогие, ну вот все, я как мог отчитался. Значит, давайте мне поставьте галочку, что я стараюсь быть оперативным. Вам здоровья, близким здоровья, процветания. Давайте держаться вместе. Всем привет, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что еще? Ну и с наступающим, наверное. Ну, на Новый год я вам постараюсь сделать продукт с поздравлениями от всех спикеров канала. Так что будет весело. Следите за новыми выпусками. До свидания. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok